Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы продолжаем прохождение игры Shadow Speak. Прошлая серия, друзья, у нас была, ну пожалуй, как по мне, лучшая по событиям, происходящим в ней. Что там только у нас с вами не произошло. Видели пришельцев, точнее не просто видели, а даже были похищены пришельцами. То есть, играя за Тома, за писателя Тома, сюжет кончился таким образом. За этого персонажа, что он и Мишель были похищены пришельцами. В общем, там интересная была история, друзья, не буду всего рассказывать. Кто не видел, обязательно посмотрите. А сейчас мы играем за Джеймса, брата девушки, которая разбилась на машине, на оранжевой машине. И нам нужно найти Чупакабру и не просто найти, а перед тем нужно вколоть снотворное нескольким убитым животным, чтобы Чупакабра клюнула на эти приманки и тоже как-то там от снотворного немножко приснула. Вот. А перед этим, кстати говоря, нам бы вот эту вот аптеку забрать, потому что в конце серии выскочил вот такой вот товарищ, друзья. Я вам показываю, посмотрите. Вот такой товарищ выскочил у нас там выше из пещеры и чуть не наделал нам бобо. Еле я вообще там чисто случайно отстрелил в упор и подбил его. Что ж, по плану у нас с вами осмотр этой самой пещеры. А дальше посмотрим, куда нам сходить. Сохранимся сейчас, потому что здоровье восстановили, если что, от этого камня начнем. Ох, ну игра, друзья, закручена, конечно, вообще по максимуму сюжет капитально. Чего у нас тут только тут нету и пришельцы, и какая-то мистика. Я уже разделил как бы сюжет на две части. В первой части мы играли за писателя Тома, в этой части играем за Джеймса, который, к слову, там сошелся с какими-то уфологами. В общем, немножко там наблатыкался в плане всего происходящего, что надо делать и все такое. В общем, оу, друзья, вот это жесть. В общем, наш Том не просто, точнее наш Джеймс не просто Джеймс, а даже во всем разбирается. Друзья, посмотрите на эту жуть. Просто рваный весь, драный. Так, телефон садится. А что это нам дает, кстати? А ну-ка, телефончик-то где? На какой кнопке? Нет, это карта. Карта, кстати, вызывается еще на какую-то клавишу. Помимо вот этой, вызывается еще на какую-то клавишу. Я в прошлом бою, в прошлой серии, чуть было не поплатился жизнью из-за этого. А что, все получается? Здесь только драный этот человек? А ну еще разок. Нет, только телефон. Практически севший телефон. Вы знаете, в таких играх нужно осматривать каждый сантиметр, потому что вообще неизвестно, что тебя ждет. И еще мы со зрительницей одной обсудили нашу карту. Как правильно ее понимать? Мы, скорее всего, она подсказала, находимся внизу, там где мост. И там же водопад. То есть мы, по сути, в самом низу карты вот перешли сейчас. Чуть выше по дороге, влево. Сейчас пойдем дальше, там будет какое-то расширение на дороге. Вот можете видеть. В левой стороне карты. Ну что ж, прогуляемся. По пути, конечно же, нужно внимательно быть, потому что звери здесь есть. И волки, и они нападают. Так, вот это расширение, кстати, которое было на карте видно. Воу-воу-воу-воу. Что происходит? Что это такое? Вы знаете, абсолютно непонятно, что произошло, но, по-моему, сейчас восстановилось здоровье. Или нет? Я вот что-то не обратил внимания. У нас там было 90 с чем-то. Ну, совершенно непонятно, что сейчас произошло. И что вот это такое вообще? А больше не активное. Ну что ж, пойдемте дальше посмотрим. Еще что-нибудь поищем, поизучаем. А нам нужно еще, как минимум, одно животное, чтобы вколоть снотворное. Но есть опасения у меня, друзья, такие, что Чупакабра это выскочит раньше. Ну, по идее, это было бы, ну, по игре вполне логично. Выскакивает Чупакабра, и мы там уже либо убегаем, либо помираем, либо пытаемся что-нибудь там с ней сделать. Так, и что у нас здесь? Патрончики. Брать, не брать? Не знаю. А вдруг возьмем? А их столько не нужно. А ну, осмотримся. Так, смотрите внимательно. Значит, палаточка у нас там. Чья-то. Там у нас какая-то вышка. Вот это, кстати, засидка, я бы назвал ее охотничья. Очень похожа она на охотничью засидку. Здесь как нельзя кстати. Немножко нам дает тут информации. Осмотреться. Понять, куда нам дальше идти. Ну, как минимум, нам нужно изучить вот эту палатку на берегу. И еще, может быть, что-то, чего мы не видим здесь на берегу. И туда пойдем, конечно же, на эту вышку. Пули. Ну что, давайте возьму. Ладно, ничего страшного. Посмотрим. 56. Отлично. 15 пуль берется. Кстати говоря, это хорошо. А вот еще меня мучает такой вопрос. А стоит ли нам заходить вот сюда? Здесь, по идее, край карты, но в этой игре, друзья, все что угодно может быть. Даже на краю карты. Могут быть пещеры. Цель находится в другой стороне. Ага, вот как. Вот как карта нам сама, точнее, игра нам сама подсказывает, что сюда ходить не нужно. Ну что ж, это удобно. Хотя бы будем знать, что край карты нам не очень-то и нужен. Фонарик все время включается, гад. Ничего не видно. Какой-то такой звук стукающий. Непонятно. Ой-ой-ой-ой. Спасибо. Ну что, выскочит? Нет. Делаем, как говорится, ваши ставки, господа и дамы. Выскочит. О, хоть раз в жизни я тебя, тварина, пристрелю. Серьезно. Где ты там, я не знаю, но я тебя сейчас вот отыграюсь за все. Давай, отдыхай. Посмотрите, змея какая, друзья. Это не змея. Это вообще нереальный какой-то удав или питон. Посмотрите только на габариты. Это что за змея такая-то? Анаконда какая-то. Иди-ка, отдохни. А, не ожидал? Эх, жалко, душонка твоя не пригодится. Ох, друзья, все равно словил я волну. Удовольствие сейчас. Нужно более подходящее, чтобы... Ага, посмотрите-ка, нужно что-то более подходящее. Ну, если это шахта, тут же должен быть какой-то, например, молот. Шахтерский или кирка, чтобы как вдал по этому ящику. Он прям тут же разлетелся на куски. И снова скелет. Ну, скорее всего, этот молот где-то есть, но, как говорится, не здесь. Все, пойдем отсюда. Насмотрелись, наигрались. Я предчувствовал, что кто-то прибежит. Либо на звук выстрела, либо потому, что так надо. Просто, чтобы он прибежал в эту пещеру. Я вот как-то... Чуйка какая-то у меня сработала. Уже в этой игре потихонечку начинаешь предчувствовать всякие вот такие события. Это круто. А еще у меня такое предположение возникло, что... Сейчас, друзья, секунду. Что забулькало внизу? Предположение возникло, что вот эти инопланетяне... Ну, вот просто... Как вариант. Да что там шуршит? Вы запарили? Вылезай сюда. Кто? Кабан? Кто? Медведь? Не знаю. Вылезай. Так вот, предположение о том... Что вот эти инопланетяне, бегающие здесь по лесу... Так, сигнальная ракета, друзья. Вот это интересно. А ну-ка. Бегающие здесь по лесу инопланетяне... Возможно, это та тарелка разбилась, которая забрала Тома и Мишель. Возможно. Это только лишь предположение. Может быть, это другие зеленые человечки, а может быть, те самые. Так, знакомый уже, кстати, пирс. Там кто? Кит, что ли? Кит, что ли, хотел спросить? Там человек, по-моему, в воде, друзья. Вот это жесть. Да ладно. Ну, я знаю, что здесь можно занырнуть. Только вопрос, нужно ли это. Хорошо, пойдемте, давайте по-нормальному. Как пошел бы нормальный человек, который не находится в компьютерной игре. В компьютерной игре можно плавать, прыгать со скалы, и практически тебе ничего за это не будет. Съел какую-то там пластмассовую аптечку, погрыз зубами и все. Я не знаю, слышали вы сейчас вот это или нет, но там был какой-то лютый вой. Какой-то смешанный, я не знаю, с полузвериным, каким-то получеловеческим. Абсолютно непонятно. Так, ну что, давненько не было скримера. Дайте-ка я завангую сейчас. Просто завангую. Давненько нам тут не пускали мурашек. Ай, серьезно. Шорохи. Ну что, червяк вылезет сейчас, да? Там у нас камень сохранения есть, интересно. Так, или метеорит. Не будем пока делать предположение, или метеорит, или летающая тарелка. Причем падающая. Рыба померла. Кстати, рыба померла. Вот это запомним, потому что в части сюжета вместе с Томом в предыдущих сериях у нас тоже помирала рыба там из-за какого-то химиката. Непонятно. Ну что, сплаваем, сохранимся? Друзья, вот она, летающая тарелка под водой лежит. Посмотрите-ка. Только посмотрите на это. И пришельцы мертвые плавают. Ох, вот это да. Кстати, я потихонечку... Друзья, честно предположила о том, что эта тарелка та же самая, которая забрала Тома. Я только лишь предположил. Не уверен совершенно. Но потихонечку моя теория, мое предположение приобретает какой-то смысл. Глядя на все происходящее. То есть мы нашли сейчас в рюкзаке телефон, который сфотографировал падение то ли кометы. Ну, как я понимаю, эта тарелка, конечно же, падала. Вот это. Кейв, пещера. Так. Вот так ревет медведь. Я это знаю точно. Так ревет медведь, друзья. И он не просто ревет, он бежит. Миша, 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 хватит. Все. Мы особо не боимся тебя. Мы уже наученные. В The Hunter Call of the Wild мы таких, как ты, переваляли приличное количество. Раз. Так. Ну что? Здесь у нас... Да. Вот кто пустил сигнальную ракету, друзья. Вот кто это был. И медведь, скорее всего, задрал эту... Ну, как я понимаю, это девушка, наверное. Давайте отключим фонарик. Да, это девушка. А кто ты? Она, наверное, была убита медведем. Да, это без того понятно. А вот сигнальный пистолет. Так и есть. Я вот даже не знаю, есть смысл идти дальше вот туда углубляться. Ну хорошо, давайте сверимся с картой, где мы находимся. Выключим фонарик где-нибудь на свет. Мы прошли... Перешли озеро. Так. Обошли его, находимся... Ну, где... Ну, я понимаю. К сожалению, мы не могу вам показать никаким образом, где мы находимся, но понимаю. Вот там будет сейчас маленькое озерцо. Оно как раз под большим пальцем у нас находится. Вот, посмотрите, по идее, если я правильно ориентируюсь, то вот здесь будет маленькая такая гавань какая-то. Затончик небольшой. Я полностью здоров. Вот. Вот этот затончик маленький. Кстати, нам же ведь ничего не мешает его исследовать на дне. И что интересно, чупакабра уже вроде как у нас должна появиться когда-то. Не знаю, правда, когда еще это все произойдет. А меня не покидает мысль занырнуть в ту летающую тарелку. Все вот эти шуршалки, такие кустовые, прям не могу. Вроде и выскакивать-то особо некому, кроме этих пришельцев. А все равно как-то стремненько вот это все выглядит. Давайте, значит, что сейчас делаем? Я занырну все-таки туда, вниз. Попробую доплыть, сколько хватит здоровья, не знаю, но предварительно сейчас сохранюсь, конечно же, чтобы наверняка не помереть. а если помрем, то загрузимся у камня. Просто-напросто. Сохраняемся и всплываем. Какое-то время, я думаю, мы просто по поверхности проплывем, чтобы кислород подэкономить. Вот она, вот она, друзья, уже прямо под нами. Ой, какая жесть, вообще прям почему-то сейчас так жутковато. Я не знаю, вот никого нет, ничего нет. А что-то так максимально стремно. И вы знаете, по ощущениям, вот там кто-то точно бегает. Там такие сейчас ритмичные шаги были. Совершенно непонятные. Так. А здесь у нас вау! Это мы? Это я сделал? Да нет, конечно. Еще чего не хватало. Что за... Это была земля? Давай-давай-давай-давай, вныривай. Земля. Земля была. Потом разберемся. Так. Друзья, мыслей. пока никаких. Пока все разбегается в разные стороны. Получается, может быть, мы нашли какой-то информационный такой сегмент, может быть, корабля этого, или пришельцев, который говорит нам о том, что может быть, они собирались сделать или показывает момент падения, но хотя там разрушения колоссальные. Это явно был не момент падения этой тарелки. Разрушения там катастрофические. Тут бы ничего этого просто не было. Была бы выжженная. Да, скорее всего, даже из земли бы не было уже. там такой был охват, там несколько сотен, мне кажется, несколько десятков тысяч километров взрывная волна была. Ну, может быть, может быть, опять же, это просто какая-то информация с этого корабля, например, что они собирались сделать там или как-то так. Фуф, вода, честно говоря, маленько своим звуком напрягает. Вообще, вот, есть минус один, пожалуй, один, что у этой игры, что у Вичханта, в основном придираться там каким-то графикам, багам там, я не буду, это ладно. Минус это звук. Точнее, отсутствие вообще регулировок звука хоть каких-нибудь. То есть, звук просто делается, а, вообще не делается ни тише, ни громче. Это первый момент. Второй момент, только музыка регулируется тише, громче, все, все остальное, к сожалению, нет. Ну что, зеленый человечек должен побежать, как по мне. Ага, пещерка-то завалена. Это интересно. Индейские столбы какие-то. Ой, давайте без скримеров, пожалуйста. Скорее всего, крысы, скелет крысы. пещера пока завалена. Ну что ж, пойдем тогда наверх. И в принципе, нам уже нужно потихонечку готовиться к встрече с чупакаброй. Я знать не знаю, как это произойдет. По идее, там что-то было в задании вколоть снотворное, потом еще как-то проверить, клюнула ли это чупакабра или что-то такое. Я вот знать не знаю, как это проверить. Клюнула она или нет. Ага, у нас там камень сохранения. А чтобы попасть в пещеру, нужно что? Нужно что-то подходящее. Хорошо, дубль два. Нет, тоже не работает. Но определенно где-то тогда нужно какую-то кувалду, кирку или что-то такое искать, потому что так мы просто-напросто туда никогда не попадем. На всякий случай сейчас загляну вот здесь в окрестностях. Кто ее знает, эту кирку или кувалду, может она где-то тут стоит в кустах. Валяется никому ненужное, а нам пригодится. Возможно, что-то такое найдем сейчас вон там на вышке. Угу. Ну что, давай-ка сразимся, друг. Что ж ты думаешь? Так все просто будет. Посмотрите, упал с одного удара ножом. То есть, по идее, высокотехнологичная раса, которая там изобретает такие обалденные летательные аппараты. Кстати, вон там он и лежит, друзья. Просто помирает от одного удара ножом. Внимание, волк, глупое животное, не помирает от десяти ударов ножом. Чего? Что это такое? Иди. Ой, я не могу, друзья, все. Не знаю, то ли бежать на этот звук, то ли от него. Это жесть. Так. И что это такое? Оп, ничего не произошло. Ну, местечко, посмотрите, какое местечко-то жутковатенькое. Да, друзья, это интересно. Не знаю даже, что выбрать сейчас. Здесь определенно кто-то шуршит. А, вот кто это шуршит. Ясно, это обычный ветряк. Так, ну, пришельцы падают с одного удара, поэтому больше мы их... Чего? Повторите, пожалуйста, вас плохо слышно. Элиас. А здесь Сара. Сара и Элиас. Друзья, вот что-то я не припоминаю, у нас такие звучали имена где-нибудь? Сара и Элиас. Похоже, эта бочка наполнена бензином. А это? А, они, скорее всего, две так проверяются одновременно. Посмотрите, как все хитро устроено. Вот оттуда этого ветряка не видно. и оттуда эти звуки кажутся чем-то... О, как я сейчас вообще сошуганулся, друзья, чтобы вы только знали. Это жесть. Я уже привык так вообще, что здесь ничего такого нету. Но вы знаете, что его нужно отманивать по-любому. Дружок, иди. иди конфетку дам. Иди сюда. Ох. Надо отойди слегка от этого чудесного звука. А еще так резко все прям... Ой, гад. Все, оставайся здесь стоять, потом увидимся. Он же не идет за нами? Нет, не идет. Причем практически, смотрите, прям стал четко в воротах. Ну, ты какой? Ну, что, это был Элиас или Сара? А, кстати, там еще один стоит. Да, это определенно, наверное, либо Элиас, либо Сара. Ну, может быть и нет, конечно. Вот почему-то мне так хочется думать. Ну, а что здесь? По сути, ничего даже и не пригодится. Ничего мы здесь не найдем интересного. Э, не. Я так не играю. Получается обычное пожарище, ничего особенного. Никакого тут молотка, ни кувалды, ничего. Ладно. В общем, можно уже потихоньку отправляться нам на вышку, потому что я там видел камень сохранения. Мне, по крайней мере, так показалось. Сейчас попробуем пробежать по верху, если ничего не получится, а ничего, скорее всего, не получится. Или получится? Нет, вы знаете, не будем рисковать, кто его знает. Сейчас прыгнет, сломает себе ноги. Будем потом с ним маяться здесь бегать. Аккуратно обойдем, если получится вот этого товарища черненького. А получится вполне отлично. Все, камень сохран... Так, интересная задумка. А где мы сохранились? Напомните-ка мне. Опа, быстро. Отлично. И сейчас бревно упадет. Нет, не упало. Ну что, кто здесь? Животные. Инопланетяне, чупакабры, кто? Тени, например. Кстати, рубленое дерево. Ну, или пиленое, или рубленое. Это либо какая-то пилорама, либо какой-то склад. Для дерева здесь должен быть... Да, друзья, да, вот он, здесь должен быть. Топор. Почти договорил. А вместо ножа, что ли? Ай, отлично, я думаю. и вместо ножа пойдет. Не открывается. А так? Так тоже не открывается. Ну, хорошо. Так, от слова вообще не открывается, или откроется, если топором постучать? Так, а что там может быть, интересно? Там есть один из... Или нету? Какой-то желтый контейнер, что-то такое там есть. Хорошо, давайте мы сейчас... Во-первых, сохранимся с топором уже в руках. На всякий случай. Мало, сейчас какая-нибудь тварюга выскочит от та же Чупакабра, например, и затрепет. А мы еще пока не готовы. Наверное, а может и готовы, даже не знаю. К встрече с этой Чупакаброй ключик бы найти, если... Хотя секунду не открывается. Не написали же ведь, что нужен ключ. Написали, просто не открывается. Ну ладно. Сейчас будем разбираться потихоньку. Ага, все понятно. Ясно. Ну что ж, давайте тогда сперва туда, потом наверх. Оп. Ага, вот как это происходит. Досточки-то гнилые попались. Чтобы запустить генератор, нужно залить бензин. А канистру дадут? А канистру надо где-то искать. Может быть, даже здесь наверху. Бочки с бензином мы знаем где. Там, правда, призрак стоит, но я думаю, что он нам не помеха особо. Нужен ключ. Серьезно. Это крепкий замок. Похоже, придется... А, даже... Посмотрите, разработчик, какой молодец. Даже это предугадал, что я, возможно, попытаюсь выстрелить в замок. Не, ну, определенно красавчик. Разработчик вообще лучший. Вообще, с топором, друзья, запоминаем, с топором открываются все двери. Ну, или почти все. И ящички открываются очень бодро. Причем, патроны заберем. Так. Девиз для какого-нибудь, там, я не знаю, для какого-нибудь банка, например. С топором открываются все двери. я тебе буду все, друзья, все буду пробовать на вкус. Топором. Сюда можно спуститься, но наш путь лежит к палатке, друзья. Вот сюда сейчас мы идем. Мы никого не боимся, зарубим любого, если что. Инопланетяне, давай, выходи по одному, можно по два даже, я думаю, вам по удару там каждому и скопытились, ребятки. Камешек сохранения. Слушайте, камней сохранения вообще нереальное количество, я даже не знаю, нужно ли нам действительно столько. К палатке куда-то сюда. А может, там и ключик найдется. И там камень сохранения. Че шуршим? Давайте-ка не будем это делать. Так страшно. Интересно, тут всего три животных на карте было или есть больше? как вот в Вичхант не хватало фонаря, согласитесь. Был бы фонарь, так, кто-то здесь выпивал консервами закусывал. Вот я знаю, войду в палатку, точно что-то случится потом. патроны. Секунду. 64, а ну, 79. Друзья, патронов вообще, я не знаю, мы будем скоро их продавать, мне кажется. Ну что, слушаем. Вы слушаете BlackRock Radio с вашими ведущими Джорджем Халлом и Карен Майерс. Мы только что получили новую информацию относительно убийств в Shadows Peak. Мишель Уилсон и Том Блэр, которые пропали во время своего визита в Shadows Peak, теперь официально объявлены в розыск полиции штата. Анонимные источники сообщают о том, что полиция обладает уликами, которые связывают Мишель Уилсон и Тома Блэра с убийствами в Shadows Peak. На данный момент интернет переполнен слухами, связанными с тем, что случилось в Shadows Peak той зловещей ночью. По большей части слухи совершенно нелепые и часто включают в себя сверхъестественное объяснение. Тем не менее, я должен признать, что это странное дело, особенно учитывая темную предысторию в Shadows Peak. Карен, ты интересовалась этими убийствами? И какое объяснение всему этому тебе кажется наиболее реалистичным? Да, я интересовалась этими убийствами. И ты прав, Джордж. На данный момент интернет просто переполнен различными теориями, которые по сути превращаются в городские легенды. Но некоторые из этих теорий кажутся правдоподобными. Лично я думаю, что это были ритуальные убийства, совершенные представителями какого-то культа. Потому что в прибрежной зоне Shadows Peak полиция обнаружила дом, который явно использовался какими-то сатанистами. Также рядом с домом полиция обнаружила тела убитых животных, которые предположительно были убиты этими сатанистами. Я согласен. Это объяснение выглядит значительно правдоподобнее по сравнению с тем, что читал я. Думаю, самое время поднять настроение и для этого должна отлично подойти новая композиция от Адама Вайта под названием «Яркая луна». Так, вот интересно. Значит, оказывается, про этот Shadows Peak знают. И в полиции знают, и уже интернет там полнится всякими слухами, историями и так далее. Ну, друзья, практически все то, что у нас происходит в комментариях обычно к роликам. А здесь кто-то усиленно топотал. Вот пока я слушал, пытался вслушаться вообще в смысл всего там этого. Вот здесь усиленно кто-то топотал. Выходи. Выходи, гад. Ты меня там чуть в палатке до белых волос не довел. До седых. Выходи давай. Где ты топтун? Не идет. Боится, гаденыш. А так усиленно кто-то там топтал рядом с палаткой. Ну вот, видите, оказывается, все-таки там официальная версия типа сатанисты и все дела. Дом нашли в прибрежной зоне. Это как раз тот дом с крестами. Но найти-то они его нашли. А мы же так и не узнали, кто там внутри находился. Вот это интересно. Кто же был там внутри? патрончики. Итого. 93, друзья, патронов просто завались. Можно застрелить вообще всех и все. Вообще не знаю, куда я иду. У меня вот сейчас уже кончились мысли, куда еще можно здесь сходить. По идее, нам нужна некая канистра. А, вы знаете, у нас же сейчас есть топор. Значит, мы по логике вещей можем куда-нибудь в пещерку заглянуть. А ну-ка, давайте переплывем сейчас так. Вот здесь сократим. И у нас была пещера наверху, где змея была. Попробуем сейчас туда зайти и разломать ящик. Это первый момент. Потом у нас топор нужен будет еще, чтобы пройти в пещеру у озера. Это второй момент. Пока нам нужно вспомнить, где наша та пещера. Так, кстати, а мы... А хотя ладно, в принципе, отобьемся, если что. Хотел сказать, что мы рядом с камнем сохранения, но я думаю, что если что, мы и так отмахаемся топором. Если только не чупакабры. Я вот знать не знаю, как она выглядит. Хотя раньше я интересовался этим явлением, этим мифическим животным. Не животным, существом даже правильнее сказать. Выглядит она, честно говоря, жутковато. Не знаю, как нарисовано в этой игре, но в интернете всякие картинки, рисунки и якобы фотографии, как будто бы фотографии, конечно же, выглядят довольно жутковатые. Кстати, что интересно, наступил вечер и ночь довольно быстро, а вот змеи нету, кстати, и инопланетянина тоже. А вот утром не наступает вообще. Все, понятно, 99 патронов, это упор и 5 в обойме. Ясно. Ну что ж, тогда летим, мчим, друзья, на всех порах ломать пещеру у озера, которая была закрыта. Точнее, одна была завалена камнями, а чуть выше была заколочена палками. Вот туда мы мчим сейчас как раз через этот камень сохранения. А вообще нам по заданию нужно что? Вернуться к трейлеру. Но вернемся, друзья, я примерно так и думал, что скорее всего нам куда-то к трейлеру возвращаться, но еще очень много всего недосказанного и недоделанного у нас с вами, поэтому к трейлеру мы сходим чуть позже. Давай-давай, поднажми, поднажми, Джеймс. Так, а что здесь? Нет, показалось. Думал, что-то там лежит. Интересно, что мы все-таки нашли под тарелкой этой летающей. Что-то определенно такое интересное. Может, это местная флешка такая? Ну, не местная, точнее, а этих инопланетян. А может, это какие-нибудь там их мысли? Вообще, масса предположений, друзья, все что угодно может быть, но пока непонятно, что конкретно. и вот что интересно, эта пещера завалена, я на всякий случай сейчас, конечно, стукну топором по камню, но, да, я так и думал, это особого эффекта никакого не даст. В лучшем случае сломаем топор рано или поздно. А вот эта пещера вполне должна поддастся нашему топорику, и мы туда заглянем. Так, знакомый эффект. Но мы знаем, что он в этой игре есть еще с Джеймсом, точнее, с Томом мы этот эффект обнаружили. Никто не хочет? Ну, смотрите, я спросил, предложил. Интересный завал. Завал, как будто бы проход. И не исключено, что в ту же пещеру. Точнее, там, наверное, может быть выход. Так, вернуться к трейлеру. Ну что ж, помчали. В принципе, я думаю, тут не очень далеко, я думаю, даже в этой серии мы с вами домчим до трейлера. Нужно только периодически нам давать отдых нашему Джеймсу Дровосеку. Чтобы не запыхался он, бедолага. Дерется знакомое, друзья, да? Узнаем, узнаем. Я думаю, узнаем. Особенно те, кто смотрел прохождение Вич Хант на нашем канале. Друзья, те, кто не смотрел, я всем настоятельно рекомендую. Это обалденнейшая игра. Очень классная. Очень атмосферная. Я вообще, я балдел там и по сей день балдею от этой игры. А тут получается вот эти заваленные деревья скорее всего падала эта тарелка. Возможно, каким-то образом цепанула она. А мы вот сюда не ходили, кстати. Давайте сюда сейчас сходим. Переплыть, я думаю, до трейлера мы сможем в любом месте. В принципе. А вот, кстати, опять, а это камень сохранения. А, все, я понял. Понял, где мы примерно. А если пойти вот сюда, куда мы попадем? Скорее всего на эту вышку. Так ведь получается, мы выйдем прямо к этой вышке. Это такой короткий путь здесь. Ну да, к вышке, да не к вышке. Ах ты гад! Чертовы капканы! И напугал же ведь гадский капкан. Ну, не совсем к вышке, кстати, но к ней к самой, но с какого-то другого хода. И капканчик тут стоит не зря, видимо. Для всяких любопытных, типа меня. Ну, в принципе, понятно. Нам сюда не надо, короче. Оу, даже, посмотрите-ка, даже не сломал себе ноги. Удивительно, обычно ломает. Конечно, эта игра не вич-хант, в том смысле, что экшена здесь не так много, но загадок здесь, друзья, масса, превеликое множество вообще. Чего хочешь, каких угодно тебе здесь вопросов. Игра она задает, только ищи ответы. Но ищи сам. Вот такая здесь политика компании. Политика партии, ищи сам ответы. За ручку она не водит, эта игра. Впервые, кстати, я увидел в описании такое. Вот я же знаю, что ты там есть. Иди сюда, иди, сказал. Впервые в описании игры увидел такую фразу вич-хант. И в этой игре она тоже есть, что игра не водит за ручку. Это, кстати, очень интересный момент. Такого я раньше не встречал. Но обычно там как-то пишут, что сложная игра там. Приготовьтесь, вы будете очень много умирать, например, в Dark Souls. Здесь прямо было написано, что игра не водит за ручку. То есть, как бы сразу намекая на то, что если не готовы, не хотите пытаться искать ответы, бегать, там очень много изучать, думать, то, наверное, не стоит и начинать, как говорится. Вы знаете, я немножко подзабыл. Я думал, что трейлер поближе. Трейлер, оказывается, у нас, друзья, гораздо дальше, чем я думал. Поэтому мы, наверное, домчим до камня сохранения, а уже к трейлеру отправимся в следующей серии. Я думаю, скорее всего, до этого камня сохранения мы дойдем и возле него завершим серию. Ну, недалеко от него, чтобы нам здесь вот этот звук, гул от этого камня сейчас не мешал попрощаться с вами. Ну что ж, отлично получилась серия, друзья. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите ваше мнение. Давайте вместе будем обсуждать, что происходит в этой игре, загадки какие-то будем вместе разгадывать. Мы это все делаем с вами всегда. Вичхант делаем. Делали в этой игре, делаем в комментариях. Обязательно приходите в комментарии, задавайте там свои вопросы мне, я вам будем общаться, дискутировать и увидимся в следующей серии. Пока-пока.